Первое место после короткой программы занимает вернувшаяся в элиту после очень-очень сложного прошлого сезона еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. В нынешнем сезоне Лиза обновила свой личный рекорд по короткой программе, но сейчас в качестве лидера после первого дня соревнований вступает в борьбу за первенство со своей же соотечественницей и, кстати, приятельницей Еленой Родионовой. Три-два-два. Интересное начало. Украинный Лутс, двойной Тулуб, двойной Риттбергерс. Вот Елизавета. Такой высокий, красивый очень прыжок. Прекрасный тройный Лутс. Это вот Лутсы у Лизы, это то, как их нужно прыгать. С нужного ребра, с нужной амплитудой. Сторонным флипом тоже все в порядке. Подготовка к флипу. А почему же за Лутс тогда не ставят никак арбитра и плюс три за это? Весь сезон? Никак. 1-2, 1-2. Не знаю. Я бы поставил. У Лизы было хорошее преимущество. Не самое большое, но хорошее после короткой программы, поэтому ей нужен чистый прокат. Выступать последний, это, конечно, тяжело. Уже много времени прошло после штимнутной разминки. Много нервов уже потрачено на ожидании своего стартового номера. С этим нужно справиться. Пока все получается. Тройной тулуп и тройной тулуп во второй половине программы. Тройной тулуп и тройной тулуп и тройной тулуп. Тройной тулуп и тройной тулуп. Тройной тулуп и тройной тулуп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что сегодня можно поздравить не только Лизу с хорошим прокатом, но и всех болельщиков, и этой спортсменки, и сборной России с возвращением, где звезды Туктамышевы, потому что, наверное, вот так Лиза должна была кататься и в прошлом году. Но спасибо ей за то, что она катается и в этом году. То есть это было абсолютно здорово, чисто, с хорошим настроением, уверенно. Ну, это совершенно точно лучшая произвольная программа в нынешнем сезоне, которую показывала Туктамышева, при том, что неоднократно мы уже говорили по ходу нашей трансляции, что больше Лизы в нынешнем сезоне не выступает никто. Это ее восьмой турнир с начала сезона. Один только турнир на территории России и семь международных, ну, шесть различной степени сложности. И вот сейчас финал Гран-при. Тренируясь через выступление, Туктамышева в итоге к середине декабря подошла в такой форме к финалу Гран-при, и что сейчас, вот кто еще, по-моему, кто-то еще получал такую большую, тот медведь, а не собаку. Самую большую игрушку подарили с того, что... Пользуясь случаем, еще хочется сказать Лизе, что набрала она форму постепенно. Она в этот сезон начала просто какими-то ударными темпами. У нее уже столько соревнований было, сколько за весь сезон спортсмены не набираются. То есть она стартует почти каждые две недели. Да, так и есть. И выигрывает практически все соревнования. То есть у нее, по-моему, одно второе место тоже. Одно второе место как раз в борьбе с Леной Родионовой, с которой она и сейчас соперничает за первое место. Да, но здесь, конечно, Лиза может проиграть только, может быть, вращениями. Вот, а так в целом, конечно, по технике примерно равной оценки в ней будет. Сама Елизавета призналась, что ей чуть-чуть больше по настроению нравится именно произвольная программа. Именно вот эти восточные мотивы. И Болеро великолепно. Сейчас было видно, когда справилась со всеми плюшковыми элементами. Да, Лиза сегодня молодец. Вот прям набрала форму в нужный момент, в нужное время. При том, что... Я думаю, что все-таки Туктамышева сегодня выиграет. Именно Туктамышева, потому что так Лиза говорит, что ее фамилия произносится, все время поправляет всех. Поэтому она, я думаю, что сегодня она, наверное, будет лидером, потому что обе программы откатала. Если бы Родионова катала короткую, тогда можно было бы говорить о соперничестве, но Лиза в обоих программах была превосходной. При том, что та самая простуда все-таки была, сказывалась. Итак, оценки. Оценки Елизавете Туктамышевой. И она первая с личным рекордом. И впервые в карьере набирает за 200 баллов. 203,5. Елизавета Туктамышева на втором месте. Елена Родионова. Третья. Эшли Вадгар. И сеглока и премьера позицион. Компетицийный шторм. Это 23,5. Это приводит ее к первому месте.